добрый вечер кормить нечем шучу всем приятного дня значит сегодня для персонала у меня ригатонели или в простонародье макарошки с отверстиями далее говяжий карри говядина мелко режется обжаривается лук добавляется желтая паста карри не порошок паста отдельно обжаривается мясо добавляются овощи все это слегка тушится добавляется кокосовое молоко лемонграсс листочки лимона все это безобразие тушится загущается и добавляется чеснок если кто-то любит и принципе готова легкая пикантная нотка но не такая что печет на входе и доставляет радости на выходе этого нет далее обычную рагу здесь вы просто морковь баклажаны цукини и паприка или болгарский перец так ну вот этот продукт вы все знаете давайте с вами выучим одно австрийское слово а называть в этот овощ кукуруз если у нас кукуруза то у них кукуруз но если я не ошибаюсь я думаю что я не ошибаюсь и в бывшей югославии тоже кукуруза называется кукуруз для вегетарианцев у меня лазанья овощи добавлением овощи можно приступать можно приступать абет есссет асо фида тюкин heute никс на срочно ямнести шведен они стремятся кукуруза, но они приступают на кукуруза в тюкин, чтобы он не тянется кукуруза, я не плюг, это не еда, это нормальный домус мой шучу, может быть ли я злежит еще? или не? или я злежит еще раз, если ты не умер не стоишь и не жалко? Можешь еще немного… Афексу, я не считаю, что есть юмортируйка с сучук. А? Юморта с сучук. Юмортируйка с сучук. Да. Всем добрый день. Моя верная ассистентка, Веселе, ее зовут. Она уже пришла. Как видите, у нее соответствует. Веселе любит повеселиться, особенно поесть. А, поесть. Я не знаю, что я вам сказать. А? Наши все, что я вам показываю. они тебя все равно не понимают не бельмесинов тюркиш тюркиш не бельмесин так ладно сегодня у нас для персонала куриное малое филе она замаринована у меня специи коджун добавлен коричневый соус брат инжу ну как я уже говорил то есть таких количествах больших столовских это объемов я не готовлю соус на костях и потому что это бессмысленно то есть это смысленно но это очень дорого поэтому я заставляю за собой право для персонала готовить все-таки с порошковым ну и также для детей тоже самое порошковые порошковый почему порошковый потому что она без без аллергенов то есть нем нету таких приправ как ты мне таких овощей я говорю турки всегда самые первые только пришел уже голодный так по по соусу что он без без аллергенов потому что если готовишь деми глазу там присутствует сельдерей который является сильным аллергеном если кто-то не знал на всякий случай значит у меня помимо курицы картофель с росмарина родом из франции рататуй родом из франции шуф 0 далее у меня фалафель это вот эти которые светленькие темные это соевый продукт довольно неплохой сделан на основе красной свеклы принципе неплохой вариант с салатом гости любят его так фалафели у меня йогуртовый соус с добавлением мяты далее неоки наполнены шпинатом и рикоттой в светлом соусе с добавлением базилика кукуруза и греческий салат ну теперь будем всех звать обед самый-самый голодные всем им желаю я приятного аппетита я хочу вас есть у вас есть у него здесь тут вот этот гемузе тут есть у нас к концу и ассенат явно с CAM с флэйс на сэрсенат также как на сэрсенат доход дошлаэссенат и дешевых флэпруктов Попробуй один. Или фалавель. Не так много. Не так много. Можешь попробовать. Найдем немного йогурта. И ты скажешь, это было так вкусно. Как это на туркском? Йемек. 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 Еда без хлеба. Экмек это хлеб по-турецки. Я в принципе много слов по-турецки знаю. Но говорить я не умею. Ах, веселее. Кокома. Эфи паим фест. Я гночис. 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 Ну у нас в Германии стоят очень теплые жаркие дни, скажем так. И температура в кухне тоже немного зашкаливает. Так как вентиляции нет. То есть наша кухня, она не климатизирована. Вообще я работал на многих кухнях, но не знаю на скольки примерно. Ну по-любому больше тридцати разных кухонь. И очень-очень мало где встречается именно кухня с климатизацией. Такого, к сожалению, даже в Германии не совсем это. И поэтому моя задача как повара, все что я вакуумирую или все что мне отдают, обязательно контролировать и проверять. Чтобы я, не дай бог, никого-нибудь не отравил. Ну для детских садиков и школ мы готовим всегда свежее. А вот для персонала, конечно, если что-то остается, это вакуумируется и лежит несколько дней потом в холодильнике. Значит, обязательно, что нужно сделать, проверить с моей стороны. Открыть пакет, понюхать, попробовать. Бывает иногда, знаете, как, что на вкус в холодном состоянии нормально, пахнет нормально, никаких это. Но боженька, видать, меня наградил очень хорошим обонянием. И все, кто сомневается, они, как правило, приходят ко мне. Ну то есть я могу на, скажем так, ну не буду хвалиться, на 95% определить, насколько продукт еще живой или нет. Поэтому если соусы, обязательно нужно их вскипятить. Вот я сейчас делаю подготовку к обеду. Вот этот соус я обязательно прокипячу и еще раз попробую, чтобы мне самому удесовериться на 100% уже, что он в порядке. Ну вот это все, что в принципе я хотел сказать. Начинаю теперь подготавливать, уже разогревать все для персонала к обеду. Всем добрый день! Сегодня для персонала у меня регатонели. Говядина Азиастайл. Куриные грудки запеченные на подушке и шпината в сливках под помидором с добавлением сыра. Косовосом, разумеется. Далее. Ну тут я поленился, просто у меня был шпинат. Я тоже оставил судака на сливочном шпинате. Кускус и греческий салат. В принципе ничего нового и все это можно вполне еще есть. Так как за качеством продукта, который дается для персонала и не только, я всегда слежу. Мы будем звать гостей, вот они уже все собрались. Все это ждут. Эссен. До конца. Всем добрый день! Последний день недели и сегодня. Персонала мало сегодня, очень мало. Сегодня для персонала у меня шукнулиль. Ну это тесто на основе муки, желтка и картофеля. Далее. Обезьяны. Тюрки еще обезьяны пришли. Турецкие обезьяны. О! Это не мус. Нет, это не мус. Он думает, что это свинина. А это леберкес. Это специалитет из Баварии, пришедший к нам. В Северной Вестфалии. В Северной Вестфалии. Это хэнчин. Можешь пить? Я не могу. Ты уходишь? Я не могу. Господи. Спасибо. Спасибо. Ты уходишь в улаб 2-х, а потом я уходишь в улаб 2-х. И 4-х. В 4-х. Счастье, что ты увидишь. Мы уходим немного. Он уходит в отпуск. А потом я после того, как он возвращается, я ухожу в отпуск. И я ему говорю, жаль, что это так мало я тебя не увижу. Желательно бы подольше. Так, значит, леберкес это у нас мелко перемолотое мясо в таком, знаете, кутере. У меня даже на видео там есть, я приносил. Ну, конечно, не такой, скажем так, домашний, слабенький, а сильная машина. Она делается с добавлением льда, мелко перемалывается и потом готовится. Так, далее для вегетарианцев у нас. Ну, как для вегетарианцев? Сегодня вегетарианцев у меня нет. У меня есть французский омлет. Ну, это комбининс-продукт. Знаете, он целенький должен быть. Такие полумесяцы. Вот такой вот. Это целая порция. Ну, это то, что вот сломались. Все, что не кондиция, отдают мне, ну, для персонала, вполне хорошая, нормальная еда. Так, рыба. Рыба-треугольник. Назовем ее так. И немного картофеля. И свежий салат с добавлением йогуртового соуса. Ну, так зовем. До конца эссен. До конца эссен. Йенге. Эссен. Ярчин. Всем приятного аппетита. Редактор субтитров. Корректор субтитров.